В седлах спрати еде, селку себу везет. В седлах спрати еде, селку себу везет. Вот мы в Крулове сейчас через этот лес поднимаемся к замку. Музыка Интересный факт, что в этих замках можно арендовать помещение, устроить свой какой-то бал. Ну это так говорят, а вот что мы увидели своими глазами, это настоящие киношные декорации. Сначала мне показалось, что рабочие просто чинят двор, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, недавно там снимали какую-то сцену из фильма, наверняка что-то на тему средневековья. В Чешском Крулове очень часто снимают фильмы, и похоже сейчас здесь тоже ведется очередная съемка. Вот эти ступеньки, они деревянные, и их сейчас, видимо, сносят после съемки какого-то эпизода. Вот здесь очень хорошо видно, как делают декорации, потому что явно дерево ДСП, потом его покрывают каким-то материалом, и ступеньки похожи на реальные каменные. В солнечной Чехии нам снова повезло с погодой. Вот интересно, когда едешь по дороге, то пейзажи вокруг, в принципе, похожи на российские поля, леса, ничего такого особенного. А города все, ну, такие холмистые, да, конечно, это специально на холмах выбирали места, чтобы построить город. Старинные европейские города растут не только над землей, но и на несколько этажей уходят в ее недра. Вот и в Крумлове многие рестораны располагаются на минус первом или даже минус втором этажах. Многие кафе и рестораны находятся в подвальных помещениях. Вот один из них, в Крумлове. Позор? Позор! Атмосфера невероятная. Как будто ты опускаешься вглубь не просто земли, а истории. Сразу так и с 21 века в средние. Атмосфера мне нравится. Вот-вот зайдет рыцарь и своим мечом рассечет веприво колено. Чешская кухня считается простой, незамысловатая такая. Запеченная свинина или кнедлики, а по сути и пшеничные лепешки. И вот вариант на десерт. Поджаренное на углях сладкое тесто. Название у этой штуки гораздо сложнее, чем рецепт. Продолжаем приобщаться к чешской кухне. Попробуем мясную сладость. Дырдырник или что-то вроде того. За смотровой площадки открывается очень красивый вид. Вот этот город, он кажется сказочным. И шум воды, шум порогов. Тут, мне кажется, можно подольше побыть, чем нам выделили экскурсоводы. Не могу сказать, что лучше приезжать в Чешский Крумлов самому и погулять там. Все-таки во время экскурсии рассказывают много интересного. Но времени на самостоятельное исследование городка действительно остается мало. Когда-то там первый раз. Все-таки хочется не спеша толкаться среди толп туристов. Город, конечно, красивый, невероятно. Но, по-моему, туристов здесь больше, чем местных жителей. Идеальный вариант – приехать с экскурсией, а уезжать уже самому. Но обычно поездку в Чешский Крумлов объединяют с осмотром замка глубоко над Волтавой. Так что не очень удобно выходит. Как вариант – договориться с агентством на полцены. Но тут ничего не могу сказать, мы не пробовали. Да и второй замок хотелось посмотреть. Беда всех начинающих туристов – все и сразу. Город Чешский Крумлов входит в наследие ЮНЕСКО, поэтому в этом городе ничего нельзя менять. Вот если вам достался дом с черной крышей, ее нельзя поменять. Если с красной – нельзя поменять. Нельзя поменять окна, нельзя вставить стеклопакеты. В общем, город должен сохраняться таким, каким он был построен и таким, каким он пришел в наше столетие. Внутрь замка мы не попали, но снаружи он производит впечатление. Такая громадина, будто вырастающая из самой скалы. За моей спиной очень необычный мост, он трехэтажный. Я впервые вижу вот многоэтажный мост. 14 тысяч населения города, туристов очень много. В Чешском Крумлове живут еще и медведи. Они вот там внизу, но кормить их нельзя. Если вы хотите их покормить, можно бросить магистры. Вот сюда. Обещают, что медведи будут накормлены. Пиво бывает еще и копченым. Вот такое мы нашли в Чешском Крумлове и везем с собой. Тут попробовать не рискнули, очень холодно. А вот вечером, я думаю, все будет отлично. Надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok